Всем привет, друзья! С вами Андрей Хориев, канал Футбол, это жизнь и карьера за Ювентус. Сегодня у нас матч второго тура Лиги Чемпионов против Хофенхайма. Хофенхайм обыграл Порту. Сейчас мы даже посмотрим, с каким счетом. Так, 1-0 они обыграли Порту, но мы все равно идем на первой строчке, так как у нас по забитым два мяча. Итак, лучший бомбардир пока что после первого тура это Неймар, на второй строчке идет Крещано Роналдо, Эриксон и Ассенсио, так что сегодня нужно это исправить. Также новости про то, что собирается ли Бейл забивать. Дэниел Ругани решает расстаться. Это мы посмотрим еще, тем более хороший защитник, можно и за денежку его продать. Бейл собирается ли забивать, значит он не пишет, да, сколько вот тут матчей не забивает. К сожалению, не написали. Ну что же, будем думать, что делать и с Бейлом. Но Бейл все-таки игрок мирового уровня, так что мне кажется это все-таки еще идет адаптация. Роналду тоже, если честно, немного вот забивает. Предсезонный турнир это понятно, все такое, но нужно себя показывать везде. Итак, Лига Чемпионов. Хофенхайм, Ювентус. Теперь мы едем в Германию для покорения новой команды. Итак, Роналду дает свои уже установки в нападение и начинает Хофенхайм. Поехали. Ой-ой-ой, раскатал сейчас Хофенхайм. Ювентус. И там уже Алисон не в силах был потащить. Забивает Боргес свой первый гол в Лиге Чемпионов. Нет, не забивает Роналду. Но мяч остается у Ювентуса. И забивает Дуглас Коста, сравнивает он счет. Отлично здесь все мы разыграли. Вот здесь вот подхватил им Мать Юди. Отдает пас. Я, если не ошибаюсь, это на Келлини. И Келлини уже отдает пас нам Дугласа Косту. Который забивает супер-угол в Лиге Чемпионов. Сравнялись, друзья, отлично. Но ничья, друзья. Не получилось все-таки мою задачу решить. Победить все шесть матчей. Потеряли мы очки в Германии. Обидно, конечно. Но игра есть игра. А Порту обыграли Базель 2-1. Родригес выбывает на семь дней. Какую-то травму, наверное, получил. И у нас немного вот упал рейтинг. 88. Перишеч стал лучшим игроком месяца в чемпионате Италии. И вот игроки, которые поедут на сборы. Дебал в Аргентину. Сандро Алисон в Бразилию. Роналду в Португалию. Ругани, Маркизио. Дешили в Италию, Хедира и Хеовидес в Германию. То есть Ругани у нас еще игрок сборной Италии. А мы вот его, можно сказать, загубили немного. Может быть и дадим ему шанс. Вот именно сегодня. Давайте вместо Барзагли мы просто посмотрим на Ругани. Там рейтинг практически ничем сильно не отличается. Возьмем, наверное, все-таки Белерина. Я хочу на Белерина, а потом посмотреть на правом форварде. Итак, поехали. Матч против Аталанты. Итак, чемпионат Италии Аталанта Ювентус. Ювентус теряет практические очки в последних матчах. Две игры подряд он сыграл в ничью. 2-2 с Торино и 1-1 в Лиге чемпионов против Хофенхайма. Нужно исправляться. И опасный, друзья, штрафной сейчас будет. Так, что тут по точности штрафных? 80. Ну да, вот Бернардески, если забьет, будет шикарно. И так и есть, друзья. Это гол. 1-0. На третьей минуте Бернардески со штрафного забивает и выводит вперед. Отлично. Это, друзья, наверное, входит уже в традицию, что в каждой карьере мы забиваем со штрафного. В прошлом году, когда я тренировал Краснодар, забил у нас Вандерсон с дальней дистанции. Ну, а здесь вот Бернардески ближе, конечно, но гол тоже красивый от перекладины. Наконец-то мы за два последних матча забиваем первыми. И Бернардески первый гол в чемпионате Италии, да причем, но еще какой. И, внимание, пропускаем. Дерон забивает. Свой второй уже гол в чемпионате Италии. Сравняли. Избили там Маркизи. Снова, друзья, штрафной. Внимание, друзья, снова штрафной. Та же позиция. И два голоса штрафных от Бернардески, друзья. Вот это невероятнейший мать. Это просто шикарно, друзья. 2-1. Дубль Бернардески, причем со штрафного, с этой же практически позиции, забивает Бернардески свой второй мяч. Рядом, точнее, со штрафной. Потому что знают, что Бернардески вот уже две баночки положил. Ой-ой-ой. Бернардески все равно с мячом. А что там по хэт-трику? Но Маркизи забивает. 3-1. Не удалось забить хэт-трик Бернардески. Но Маркизи забивает. Делает счет 3-1. Наконец, вот я понимаю уже здесь, что Ивентус нашел свою игру. Пока что хорошо это все идет. Здесь шикарно. Еще и попадает он в штангу. И второй гол Клаудио Маркизио. Там Клаудио Маркизио получает травму. Причем серьезную. Так что для нас это такой звонок прямо в дверь. Давайте пьяничать. Потому что Дебалу, мне кажется, нету смысла выпускать. И ошибка. И вот из-за ошибки пропускаем мы. Честно, немного не точно здесь вот отыграл. Снова бы там постарались бы забить пьянич. Все. Победа 3-2. Мог бы сейчас Бернардески закатывать уже этот мяч. Но немного не получилось. Но все равно дубль с штрафного это все-таки тоже невероятно что-то. Итак, 89. Нам снова вернули рейтинг. Маркизио на 2 месяца в их плечах. Но Бэйл может уже играть в следующем матче. Итак, качаем. Неплохо Алисон. Рефлексы. Итак, 19 очков у Ювентуса. Лучший бомбардир пока что это Перишич. Манжукич идет на третьей строчке. Швеция нам предлагает сайт тренерами сборной и на чемпионат мира дойти до 1-8. А на чемпионате Европы дойти до 4-финала. Стоятка Дебала поднимается в рейтинге аж на 2 за начало только сезона. Это только 2 месяца прошло. Итак, друзья. Следующий матч у нас будет просто... Следующий выпуск у нас будет просто шикарным. Это матч против Лацио. И Лига чемпионов еще против Порто. Так что подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые выпуски и видео. Вообще контент у нас разнообразен, но на одну тематику. Футбол. Потому что футбол, друзья, это жизнь. С вами был Андрей Хорев. До новых встреч, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok